Поехал! Работает! Бутылка 10-летнего Арарата 07, которую я выиграл у Якова, когда лазил под складывающую машину Lapao. Вот она здесь со мной, я хочу ее с вами разыграть. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, что вам необходимо? Вы просто должны быть подписаны на мой канал. Замечательно выходит! Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Новогодние праздники позади, и прежде чем приступить к реализации новых проектов, я хотел бы поставить точку в делах прошлого года. Поэтому прямо здесь сейчас мы с вами разыграем бутылку 10-летнего армянского напитка под названием Арарат. Пожалуйста, оператор сюда. Так, снимаем все одним дублем, поэтому склеек не будет, чтобы вы не думали, что здесь какая-то подтасовка. Все, значит, заходим на канал, запускаем наше видео. Добавим ему просмотров. Плюс один просмотр добавили. И нажимаем поделиться. Вот, копируем ссылочку. И заходим в специальный сервис для розыгрыша призов. Так, вставили ссылочку. Так, минутка математики. 7 плюс 6 равно 13. И переходим к чтению комментариев. Комментариев у вас набралось, друзья, 15. И вот сейчас случайным образом машина определит, кто же из вас получит бутылку Яков Смирнов. Яков Смирнов побеждает, но, как я уже говорил, так как Яков Смирнов по совместительству является у нас спонсором этого видео, поэтому мы его игнорируем и переходим к следующему. Так, мне для этого что нужно сделать? Снова нажать на предыдущую страницу. Так, сейчас, секунду. Вниз, да? Идем вниз. И нажимаем вот сюда, да? Так. Еще раз. Яша сейчас там плачет. Говорит, да как так? Сама судьба. Алексей Бузань, ну, здесь все просто. Леш, короче, ты победил. Твой коньяк еще не выпили. Комментарий. Вот он. Вот он. Свяжись со мной с удобным для тебя способом. И вот эта чудесная бутылка отправится к тебе. Так. Ну, а что я хотел бы, друзья, с вами еще обсудить? Вот такой вот у нас приобретен складыватель махровых полотенец от компании Канегисер. Он 2009 года. Достаточно свежий. Но состояние такое печальное с точки зрения эстетика. Эстетика пострадала. Мы, несомненно, обязательно доведем его до идеального технического состояния. Но хотел бы получить от вас отклик. Как вы думаете, имеет ли смысл заниматься его доводкой, его внешкой, скажем так? Имеет ли смысл тратить на это время и силы пескоструить, красить, чистить, мыть? Или все-таки наш российский потребитель не готов за это платить? Как вы думаете? Обязательно напишите в комментариях. Если вам будет интересно, мы обязательно снимем про восстановление полноценное видео. Подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно.